Запомните мои слова. Появится среди абхазского народа долгожданный лидер, который повернет ход истории. Сбросив оковы врага, он поведет свой народ к священной победе. И тогда лучи солнца свободой озарят нашу благословенную об сны. И это произойдет совсем скоро. Кадыр Хурхумал. Абхазский крестьянин. 1942 год. Студия Анарха Представляет Фильм Джамбула Инджгия Великий человек эпохи тот, который может воплотить в словах волю своей эпохи. Сказать своей эпохе, в чем ее воля, и выполнить ее. То, что он делает, сердцевина и суть его эпохи. Фридрих Гегель. Первая половина XIX века Перестройка межнациональных отношений должна охватывать весь комплекс проблем. В противном случае неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. Выступление Владислава Ардзинба на первом сезоне народных депутатов СССР 2 июня 1989 года стало знаковыми событиями. Первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба посвящается ТОЧКА БИФУРКАЦИИ 1985 год Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании генерального секретаря ЦК КПСС. Генеральным секретарем Центрального комитета КПСС Пленум единодушно избрал товарища Горбачева Михаила Сергеевича. СССР Начало эпохи перестройки 23 апреля Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на пленуме ЦК КПСС провозглашает необходимость совершенствования существующей экономической системы. Страна в ожидании новых перемен. Идет дискуссия, большая, но она пронизана, забота о судьбе перестройки. Это самое главное. Значит, то, что я говорил, то выборы подтвердили, что наш народ за перестройки, и что народ делегировал сюда активных перестройщиков, вот вы видите, они здесь. Уступчивость позиции руководства СССР стала порождать свободу слова. Начинают проявляться массовые недовольства. Вскоре они переходят в открытые демонстрации. Перестройка идет тяжело. Уверяю вас, товарищи, и хочу разочаровать вас в том, что до меня не доходит информация, и я не знаю, что происходит в стране. Раскол стал ощущаться и в высших эшелонах власти Советского Союза. Гласность стала стеснять оковы бюрократической системы. Если у меня вчера два часа, понимаете, спланированно проработки подвергали, то я им благодарю, потому что это было доказано, что демократия на съезде существует. Но это отнюдь не означает, что Горбачев не видит. Все вижу. Депутаты Верховного Совета СССР с высокой трибуны начали заявлять о проблемах внутри государства. Мы сформировали Сталинско-Брежневский Верховный Совет. И вы, Михаил Сергеевич, внимательно прислушивающийся, то ли внимательно прислушивающийся к этому большинству, то ли умело на него воздействующий. К этому времени первый абхазский ученый-хитолог Владислав Ардзинба, более 20 лет находясь в Москве, защитил докторскую диссертацию, стал крупным советским востоковедом. Он получает известность и на Западе. Работая в Институте востоковедения Академии наук СССР, Владислав Ардзинба внимательно наблюдает за тем, что происходит внутри большой страны и как историк анализирует все происходящие политические события. В 80-е годы 20-го столетия Владислав Ардзинба стал крупным советским хитологом, востоковедом. Тогда даже никто не мог предположить, что он станет выдающимся государственным деятелем и сможет повернуть ход истории. Если можно, я скажу так, выбор Владислава Ардзинба, профессии, это было судьбоносным, потому что его выбор пути ученого-хитолога, мне кажется, оказал в дальнейшем существенное влияние на его политическую и конституционную деятельность. Для Владислава, казалось, все идет своим чередом. Он занимается любимым делом, его окружает любящая семья. Но в судьбу академического ученого Владислава Ардзинба ее величество-жизнь вносило свои коррективы. Не подозревая того, с конца 1980-х годов он начинает восхождение на вторую вершину. А пока Владислав пристально следит за тревожными переменами внутри Советского Союза. Целью реформ перестройки была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. Демократизация общественной жизни не могла не коснуться сферы межнациональных отношений. Мы говорим, что национальные вопросы стучатся в двери и в окна. Мы начали изучать их, и они потребуют отдельную плену. Годами копившиеся проблемы, которые власти долго старались не замечать, проявились в резких формах сразу, как только повеяло свободой. Многие политики, ученые считают, что Ахиллесовой пятой Советского Союза был национальный вопрос. Мы знаем, что еще со времен Ленина национальный вопрос не был решен в достаточной степени. И в конце 1989 года национальный вопрос стал все более актуальнее. В разных частях Советского Союза, в республиках стали проявляться различные столкновения на национальной почве. Почему именно в конце 80-х годов? Почему 1989 год, мы знаем, с момента провозглашения перестройки, гласности, в Советском Союзе начались процессы, которые способствовали обострению национальных вопросов, но то, что этот национальный вопрос вышел наружу, основной причиной этого являлось ослабление государственной машины Советского государства, потому что они уже в результате гласности, которая была объявлена руководством страны и партии, уже пошли неконтролируемые процессы, которые приводят уже к центробежным процессам. Конец 1980-х годов ознаменовался обострением национального вопроса в СССР. Среди бесправных и ущемленных народов оказались и абхазы. Так, к концу 1980-х годов, маховик национально-освободительной борьбы абхазского народа набирал обороты. Из воспоминаний Владислава Ардзинба. Откровенно шовинистическая политика грузинского руководства в отношении абхазского народа и не только актуализировала запрос на формирование единой общенациональной организации, способной возглавить борьбу за права абхазского народа. Такой организацией стал Народный форум Абхазии Айдгылара. Высокого уровня достигла и наука советской Абхазии. В автономной республике около 20 научных учреждений. Одним из ведущих является Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории Академии наук Грузинской ССР, возглавляемый членом-корреспондентом Академии наук Грузинской ССР Георгием Дзидзари. В 1988 году умер Георгий Алексеевич Дзидзария, и институт остался без директора. В это время ко мне в Москву приехал Боча Аджинжал, мой друг, с которым мы дружили с институтской скамьи. Он сказал, что коллектив, в том числе мои товарищи, считают, что мне необходимо оставить Москву, вернуться в Абхазию и стать директором Абхазского института вместо Георгия Алексеевича. Владислав долго думал, и вот был сделан шаг. Шаг, возможно, изменивший его судьбу. Владислав возвращается в Абхазию. Его избирают директором Абхазского института. Владислав Ардзимба, безусловно, очень яркая, очень харизматичная и волевая личность. Вообще было бы, конечно, интересно проследить за процессом его прихода из большой науки в большую политику. Мне кажется, что его четко выверенные мысли, его логика, его мышление как ученого, оно прямо или косвенно отразилось на его политическом мировоззрении. Это очень важно было, представить нашу историю, путь, пройденный абхазским народом, именно с точки зрения науки, современной истории. Но в конце 1980-х годов ситуация в Абхазии осложнилась. Политика все более решительно призывает Владислава на защиту интересов своего народа, отодвигая на задний план науку. «С момента своего назначения директором Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия я активно включился в политические процессы, проходившие в республике, и в решение задач, остро обсуждавшихся в абхазском обществе». В 1988 году Владислав Ардзинба избирается депутатом Верховного Совета Абхазии. Возможно, не замечая того, с этого периода он вливался в орбиту больших политических событий. «Я хорошо помню, где-то в конце 1988 года состоялась Абхазская партийная областная конференция, и Владиславу Григорьевичу как директору института пришлось выступить на этой конференции. На конференции присутствовали крупные чиновники, и он без оглядки на политическую конъюнктуру сделал такое сильное, яркое выступление, где коснулся всех белых пятен нашей истории. Он коснулся политического статуса Абхазии, он коснулся момента фальсификации нашей истории. И, конечно, это немного нарушило покой наших чиновников, но мы стали очевидцами того, что в лице Владислава Григорьевича имеем человека, который будет добиваться восстановления исторической справедливости. И вот на фоне всего этого он стал политическим лидером». Официально провозглашенный курс советского руководства, осуществлявшийся под лозунгами «Перестройка. Демократизация. Гласность» с 1988 года стал активно использоваться грузинскими политическими силами для создания условий выхода Грузии из состава СССР. Эти силы для мобилизации как можно большего числа сторонников активно разыгрывали националистическую карту. Это был для них беспроигрышный путь, так как на протяжении всего советского периода национализм служил реальной идеологией для значительной части грузинской интеллигенции и активно насаждался в грузинском обществе. Когда обозначился процесс ослабления центральной власти, национализм в Грузии принял откровенно агрессивные формы. Британский картвилолог Дональд Рейфилд в своей статье «Поругание языка и поругание языком. Грузинская полемика» отмечал, что по своему огромному стилю грузинская публицистика конца 1980-х была дождественна выступлением грузинских писателей на сталинских судебных процессах. Тогда писательские кадры уверяли, что границу осаждают фашисты, троцкие и их агенты, грузинские националисты. Теперь, убеждают почти все видные члены Союза писателей, Грузию осаждают КГБ, Кремль и их агенты, антигрузинские сепаратисты. Дональд Рейфилд. В качестве врагов грузинской национальной идеи в этих статьях, помимо России, преподносились абхазы, осетины и представители других национальностей. Газета Ахл Газарда «Коммунисти». 29 января 1989 года. Грузия может терпеть не более 5% гостей. Ни в коем случае не больше. В состав 5% населения должны войти только те гости, которые знают грузинский язык, которые должным образом уважают Грузию, которые выросли под влиянием грузинского национального феномена. Грузинский писатель Ривата Мишвеладзе. На митингах в Тбилиси грузинские студенты тогда клялись. Мы, грузинские юноши и девушки, клянемся не вступать в брак с представителями других национальностей. Грузии и нам не нужны полугрузины. Кто нарушит эту клятву, тот да будет проклят. Грузинские националисты активно разжигали антиабхазские настроения, формируя образ врага в лице абхазского народа. В качестве программного документа этой политики следует рассматривать открытое письмо к грузинам северо-западной Грузии, Абхазской АССР. Оно было написано от имени грузинской интеллигенции, общества святого Ильи Праведного, Чавчевадзе, национал-демократической партии и грузинской хельсинской группы. Смысл и стилистика этого документа роднит его с гитлеровской «Майнкамф». Только в данном случае в качестве высшей расы фигурируют грузины, а не арийцы. Абхазы же представляются как источник зла. Открытое письмо призывает грузин вести борьбу за ликвидацию абхазской государственности. Абхазов же предлагает загнать в гетто на территории Гудаутского и части Ачамчирского районов. Авторы этого письма пытались навязать мысль о том, что у абхазов нет своей культуры, нет традиции, государственности и способностей к управлению, и что они могут только присваивать плоды высшей грузинской цивилизации. История государственности Абхазии насчитывает 1200 лет. То есть мы не вчера, не столетия тому назад получили свою государственность. Это первое. То есть были разные периоды, когда абхазское государство включало в себя большую часть территории грузинского государства и вело войну с армянским государством за то, кто большую часть территории Грузии в свой состав включил. То есть разные были периоды. Тем не менее, вот такова история государственности Абхазии. Здесь уместно вспомнить, что еще в 1913 году Сталин написал статью «Национальный вопрос и марксизм». В ней автор, в частности, отмечал. Национальный вопрос на Кавказе может быть разрешен в духе вовлечения запоздалых наций и народностей в общее русло высшей культуры. Придя к власти, Сталин начнет применять свою теорию на практике. А подопытной лабораторией станет Абхазия и абхазский народ. У каждого конфликта есть истоки. Истоки грузино-абхазского конфликта уходят во вторую половину 19-го столетия. С чем это было связано? Вот геополитические противоречия того времени привели к тому, что территория Абхазии оказалась завоеванной. И самая трагическая страница в нашей истории – это наше завоевание. И, соответственно, сопротивление этому завоеванию привело к массовому исходу коренного абхазского населения за пределы Абхазии. Знаем, как любил повторять Владислав Григорьевич Чарльцинба – святое место, пусть оно не бывает. В опустевшую Абхазию хлынул поток людей. И вот самый большой поток оказался из разных районов Грузии. И, соответственно, с течением времени этот поток увеличился. Этот поток продолжался в 20-м веке. Вот эта политика массового переселения привела к тому, что удельный вес Абхаза в Абхазии уменьшился многократно. Соответственно, многократно увеличился удельный вес грузинского населения, которое стало орудием в руках митрополии, в руках Грузии, для того, чтобы Абхазию сделать частью Грузии не только политически, но и этнически. То есть тут шел процесс вытеснения Абхазов как таковых. В 1918 году Абхазия была оккупирована грузинскими меньшевиками. Воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией, связанной с гражданской войной в России, грузинский генерал Георгий Мазняшвили без особого труда занял территорию Черноморского побережья Кавказа до Туапсе. Тогда у руководства Грузии были далеко идущие цели. Париж, 1919 год. Меньшевистское правительство грузинского государства пытается добиться от Парижской мирной конференции международно-правового признания указанных территориальных захватов. В докладе, представленном делегацией Грузии, утверждалось, Грузия сумела к концу 19 века не только осуществить значительный прогресс в экономике, но стала главным политическим ядром всего Кавказа. Как говорится, комментарии здесь излишни. Если вы посмотрите документы, связанные с попыткой вступления Грузии в Лигу наций, Грузия там обосновывала, есть соответствующая карта, есть соответствующая записка грузинского правительства, что территория Грузии простирается до района Туапсе, что это все ее территории. Ну, то есть, если бы тогда было бы принято решение, значит, все территории должны быть приписаны Грузии. Хотя мы знаем, что эта территория вообще никогда Грузии не пронвижали, там жили совершенно другие народы, адыги жили, жили убыки и другие. Но в 1921 году грузинские меньшевики были отброшены. В Абхазии была восстановлена советская власть. 31 марта того же года было объявлено о создании Советской социалистической республики Абхазия. В советское время Абхазия провозгласила себя, в 1921 году провозгласила себя независимым государством. Грузия, в решении органов его власти, признала независимость Абхазии. Тем не менее, поскольку у руля советского государства были Сталин и другие представители Грузии, они стремились к тому, чтобы Абхазию инкорпорировать в состав Грузии. Во-первых, они нам навязали договор между СССР-Абхазией и СССР-Грузией. Внешне он выглядит достаточно, что это договор более-менее равноправных партнеров, хотя уже само по себе такой договор показывает, что Абхазию вынуждали таким форумом союза, который она не хотела. Он был заключен в 1922 году. Но тем не менее, Абхазия продолжала оставаться Советской социалистической республикой. Это в то время, когда, например, Казахстан был автономной республикой в составе России. А Киргизия была автономной областью, то есть их статус был значительно ниже, чем Абхазии. Сегодня это суверенные государства. А вот в советское время постоянно статус Абхазии понижался. До 1931 года мы были СССР-Абхазией. В 1931 году нас преобразовали в автономную республику и включили в состав Грузии. Тем не менее, если посмотреть с точки зрения права, то взаимоотношения Грузинской ССР и Абхазской ССР, даже после 1931 года, это взаимоотношения федеративного характера между двумя государствами. В конце 1980-х годов активизировалась борьба абхазского народа за восстановление статуса Абхазии, как союзной республики в составе СССР. Это движение было поддержано большей частью негрузинского населения Абхазии. 18 марта 1989 года на исторической поляне в селе Лыхны собрался многотысячный сход, в котором приняло участие и практически все руководство республики во главе с первым секретарем абхазского обкома Борисом Адлиба. Тогда на сходе было принято обращение к руководству СССР с требованием о восстановлении Абхазии в правах союзной республики. Более 35 тысяч человек принимало участие в этом, наверное, можно уже так назвать, тлебестите. И было принято обращение в высшие политические органы, в партийные станции бывшего СССР. И, конечно же, это очень помогло Владиславу Григорьевичу, очень сильным стало подспорьем его деятельности в качестве депутата Верховного СССР в Москве. 25 марта прибывшие из Тбилиси в Абхазию лидеры грузинского национального движения Кастава, Чавчавадзе, Чхиидзе и другие организовали митинги в Сухуми с требованием о проведении в Грузии референдума по вопросу о ликвидации автономии. В 13 часов в райцентре города Гал был проведен 12-тысячный митинг, причем санкцию на его проведение исполком утвердил за 5 дней до опубликованного лыхнинского обращения. В митинге приняли участие жители районов Западной Грузии. Оттуда же были привлечены дополнительно значительные милицейские силы. В тот же день, также в 13 часов, аналогичный, но не санкционированный митинг был проведен в городе Сухум. Развитие событий в Абхазии в 1989 году ясно показывают, что грузинские неформалы не только понимали, какую реакцию встретит их ультрапатриотическая пропаганда в автономиях, но и сознательно, собственноручно, направляли зарождающуюся волну в сторону автономии, призывая грузин подавить, подчинить абхазцев и другие национальные меньшинства, пока они еще не заговорили о своих правах в полный голос. 4 апреля 1989 года в Тбилиси у здания правительства Грузии состоялся многотысячный митинг. Основным требованием митингующих был выход Грузии из состава СССР. Вместе с тем были призывы к властям Грузии и ко всему грузинскому народу о недопущении выхода Абхазии из состава Грузии. Скоро появились листовки, в которых грузинскую молодежь призывали пролить реками крови, дабы ликвидировать всякие мини-государства на грузинской земле. В некоторых листовках говорилось, что к 14 апреля будет завершена расправа над абхазами и осетинами. Среди митингующих у дома правительства в Тбилиси широко распространялись заявления и обращения, которые говорилось о немедленной депортации абхазов из Абхазии. После того, как начался процесс так называемых, а может не так называемых, демократических преобразований в советском государстве, Грузия в числе первых, так скажем, вместе с Прибалтийскими республиками поставила вопрос о выходе из состава СССР. Но к тому времени, к апрелю 1980 года, в Грузии пока во власти были коммунисты, и официально вопрос о выходе пока, безусловно, не ставился. Но вопрос о выходе ставился национальными организациями Грузии, которые к тому времени оказывали сильнейшее влияние на все грузинское общество и на руководство тоже. Ну, мы в Абхазии хорошо помним имена Звиада Гамсахурдия, Мирабу Кустава и тех людей, которые были с ними. Вот в это время они как раз выходят на всеобщую, всегрузинскую арену. Этот митинг начинался под антиабхазскими лозунгами. 9 апреля советскими войсками были разогнаны митингующие у дома правительства Грузии. Этот митинг и понесенные жертвы не были вызваны событиями в Абхазии. Все это было спровоцировано лидерами неформальных организаций Гамсахурдия, Кастава, Чантурия, Церетели, Натадзе, Бакрадзе и другими для привлечения внимания мировой общественности и ради ускорения развала СССР и приобретения Грузии независимости. Естественно, сецессия подразумевалась вместе с Абхазией и другими автономными формированиями, входящими тогда в Грузинскую СССР. В 1989 году Владислав Ардзинба избирается народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР. В том же году он избирается председателем под комиссии по государственному и правовому статусу автономных образований и становится членом Президиума Верховного Совета СССР. Приехав на первый съезд народных депутатов СССР, депутаты от Абхазии заметили, что их не хотят сажать отдельные делегации, как полагалось, поскольку они от одного территориального образования – Абхазской АССР, то есть государство, как было сказано, и в Конституции Абхазии, и в Конституции Грузии. Их пытались посадить вперемешку с другими членами грузинской делегации. Тем самым хотели показать, что Абхазии уже нет. Не было и вывески «Абхазская АССР», поэтому все дело началось с того, что я как депутат категорически потребовал, чтобы вернули нашу табличку, на которой было написано «Абхазская АССР». Я долго добивался этого, и в конце концов добился, причем эту табличку я поставил рядом с собой. Нелегко было тогда защищать права малочисленных народов. Многим депутатам не давали слова для выступления. Депутат Сахарова Андрей Дмитриевич настоятельно просит дать ему слово. Сейчас, одну минутку. Давайте определимся. Будем давать слово? Да! Вот у нас ситуация так. Я не выступал семь раз. Семь раз выходил. Товарищи, я семь раз не говорил. И ни разу не вышел Терил Юрьевич. Я выступал в яйственной ролике и открытие света. Хорошо, давайте решим вопрос. Это не выступление. Идея выступить на съезде пришла мне тогда, когда стали поступать обращения наших людей. Телеграммы с упреками. Прошло столько времени, а вы не выступаете, не говорите о судьбе Абхазии. К этому все относились очень требовательно. Но мало кто знал, что нам не давали слова. Я постоянно требовал, чтобы мне дали слово на первом съезде народных депутатов. Партийная иерархия делала все возможное, чтобы этого не произошло. Москва, 1989 год, 2 июня. Возможно, этот день изменил будущее не только доктора исторических наук Владислава Ардзенба, но и будущее его народа. Ему долгое время не давали слова, и он был готов заявить свой протест и сложить полномочия. Но обстоятельства сложились иначе. «В тот день, когда мне дали слово, текст моего заявления лежал у меня в кармане. Я готовился и обдумывал, как его прочитать. Я даже мысленно представлял себе, как я сниму значок депутата и положу его на трибуну прямо перед Горбачевым. Но в последний момент, когда я уже был готов заявить свой протест и сложить полномочия, вдруг объявили, что мне предоставляется слово». Это было 2 июня 1989 года. Кремль. Восьмое заседание Первого съезда народных депутатов СССР. Директору Абхазского института предоставили слово. Слово предоставляется депутату Ардзенба Владиславу Григорьевичу, директору Абхазского института языка и литературы, и истории Академии наук Грузинской СССР. В этот день Владислав Ардзенба с высокой трибуны защищал интересы не только своего многострадального народа, но и на его примере все малочисленные и оказавшиеся бесправными народы СССР. Так, 2 июня 1989 года страна узнала заступника справедливости и блестящего оратора. На фоне этих политических событий на арене появляется Владислав Ардзенба. Выступление его на этом съезде, можно сказать, стало историческим и для Абхазии, и для абхазского народа. Почему? Любой народ нуждается в выразителе их интересов, в человеке, который озвучивает проблемы дальнейшего существования этого народа. И, как правило, когда такой человек появляется, народ связывает свое настоящее и будущее с таким лидием. Если говорить конкретно о том, что произошло 2 июня 1989 года, то можно это характеризовать так. Он, Владислав Григорьевич, после этого своего выступления стал в Абхазии однозначным лидером национально-освободительного движения. Но этим не ограничилось. Он стал выразителем интересов всех малых народов советского государства. Уважаемые депутаты, вряд ли следует обосновывать то обстоятельство, что будущее каждого народа нашей великой родины зависит от решения целого ряда общих проблем страны. Ибо все части этого единого целого взаимосвязаны и взаимозависимы. Можно выделить целый ряд таких вопросов, среди которых особое значение будет иметь, как мне кажется, создание правового государства. Вместе с тем, никак не могу согласиться с утверждениями, прозвучавшими и на нашем съезде, согласно которому в общегосударственных интересах следует отложить в сторону проблемы отдельных регионов. С этим, мол, следует подождать. Решение общегосударственных задач немыслимо без учета проблем и интересов всех регионов страны, независимо от того, где они находятся. Я обращаю внимание на эту проблему потому, что в этом зале прозвучало всего несколько выступлений, затрагивавших проблемы малых, точнее, малочисленных народов. В основном здесь шла речь о союзных республиках, о перестройке их взаимоотношений с центром и расширении их прав. В этой связи нельзя не сказать о том, что воплощение в жизнь идеи о, возможно, большем суверенитете союзных республик, сильных союзных республиках, вызывает, как мне кажется, определенное беспокойство у всех тех народов, которые не попали в число 15 сильных, общее число которых даже в этом зале составляет 50. В целом же в стране их еще больше. Часть из них имеет свои формы национально-государственного устройства, а другие лишены каких-либо форм национально-культурной автономии. Более того, возникает масса проблем для национального населения, живущего за пределами своей национальной территории. Отсюда следует, что перестройка межнациональных отношений должна охватывать весь комплекс проблем. В противном случае неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. Но мог ли в эти минуты Владислав осознавать, что он делает серьезный шаг в политику? Наверное, нет. В предусмотренной действующей конституции правовой статус автономной республики приводит к фактическому национальному неравноправию и неравенству. Такое деление народов на ранги является прямым наследием сталинизма, а также административно-командной системой, которая фактически ведет к унитаризации, что особенно отразилось на автономии. Это положение можно проиллюстрировать на примере развития советской государственности абхазского народа, равно как и других автономий. Выступление Владислава Егоровича на первом съезде народных депутатов СССР, оно, мне кажется, сыграло колоссальную роль в целом нашей политической истории, новейшей истории Абхазии. Оно стало, наверное, не побоюсь я этого слова, этапным, поворотным в чем-то даже, потому что грузинская политическая элита делала все возможное, чтобы заглушить абхазскую проблематику, абхазский вопрос. Все средства массовой информации в России, в СССР, в зарубежных средствах массовой информации очень редко появлялось что-нибудь объективное, связанное с нашей историей. Все преподносилось тенденциозно очень. И очень важно было, чтобы это была правда об Абхазии, она прозвучала бы с высокой трибуны. И вот такой высокой трибуной стала трибуна первого съезда народных депутатов. Сегодня мы многое знаем о массовых репрессиях против советских людей, целых народов, в годы культа личности. В истории абхазского народа 37-53 годы стали периодом, когда стоял вопрос о ликвидации народа как такового. О том, что ставилась и решалась именно эта задача, свидетельствует вся совокупность репрессивных акций в отношении абхазцев. Была обезглавлена нация, уничтожены все виднейшие государственные партийные лидеры Абхазии и практически вся только что народившаяся интеллигенция. Массовым репрессиям подверглись крестьянство. С 40-го года абхазский народ перестали называть абхазским народом. С 41-го года прекратились радиопередачи на абхазском языке. В 45-м, 46-м годах были закрыты абхазские школы и преподаватели остались в нее. Абхазцев практически не стало в руководящих партийных и советских органах. Было начато массовое насильственное переселение в Абхазию. На переселение тратились огромные средства. Оно не прекращалось даже в тяжелой 41-42-й годы. Из Абхазии были выселены греки, турки и другие, а их дома переданы переселенцам из районов Грузии. За счет такого искусственного прироста абхазцы оказались в меньшинстве на своей древней родине. В небольшой хронометраж своего выступления он смог вместить в сжатом таком качестве почти все, что было пережито нашим народом. 26 мая 1988 года в Абхазской АССР было отмечено восстановление грузинской государственности. Дело историков оценивать значимость этого события в жизни грузинского народа. Между тем, в истории абхазского народа эти события связаны с государственностью, которая потопила в крови в 2018 году абхазскую большевистскую коммуну, а впоследствии осуществляла террор в селах Абхазии. Это празднование привело абхазское и грузинское население автономной республики на грань столкновения. По поступившим и поступающим к нам я заканчиваю к нам многочисленным телеграммам, телефонограммам и другим сообщениям ситуация в Абхазии по сей день остается очень тревожной. Если не принять срочные меры, может произойти непоправимое. На следующий год Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. Тогда многие абхазы опасались, что окончательно потеряют незаурядного ученого. Как-то Шалва, Инал и Пап попросил Владислава не уходить в политику. Ответ был – это ненадолго. Но это ненадолго оказалось на всю жизнь. В 1990 году ситуация в СССР ухудшилась. Центробежные силы усиливались. В период перестройки в центральных партийных и советских органах быть и работать не может. За все надо отвечать, и отвечать персонально. Большая игра продолжалась. При суждении мне Нобелевской премии я увидел понимание моих намерений, моих устремлений, целей, начатого глубокого преобразования страны, идей нового мышления, признания вами моей приверженности мирным средством реализации задач перестройки. За это я признателен членам комитета и хочу их заверить. Если я правильно оцениваю их мотивы, они не ошиблись. Спасибо. Под аплодисментами Запада Михаил Сергеевич забыл, чей он президент. Не чувствует абсолютно пульс страны. Авторитет, уважаемый Михаил Сергеевич, должен быть с порога родного дома. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Уважаемый Михаил Сергеевич, народ поверил вам и пошел за вами, но народ оказался жестоко обманутым. Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной страны. Советский Союз рассыпался. Противостояние Михаила Горбачева и Бориса Ельцина еще больше усугубляло положение страны. Владислав Ардзинба внимательно наблюдает за тем, что происходит внутри большой страны и как историк анализирует все происходящие политические события. В связи с избранием меня председателем Верховного Совета РСФСР и огромной ответственности перед народами России, как глава высшей законодательной власти республики, я должен подчиняться в воле народа и его полномочных представителей. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. Вчера смотрел на людей, когда они на халбасу бросали. Мне жалко этих людей, понимаете? Пускай хлеба не купишь, мне обидно и кидит. Президентом Союза СССР избран товарищ Горбачев Михаил Сергеевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР. Вся земля кровью покрылась, беженцы у нас появились, бои на столкновение людей, нацией с нацией, да что это за безобразие? И он влез в президента, нахрал он больше никто. В конце 1990 года Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. На фоне глобальных событий в СССР взаимоотношения между Абхазией и Грузией все более накалялись. В конце 1991 года не стало СССР. Огромная страна канула в лету. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго. Вскоре большие испытания выпадут на долю Абхазии и Абхазского народа. В конце декабря 1991 года Советского Союза не стало. Распалась огромная страна. В этих условиях Абхазия, можно сказать, один на один оставалась с Грузией. Вот в этих больших геополитических процессах проявляется роль в волевые качества лидера Владислава Арзенба. 25 декабря Горбачев подает в отставку. 26 декабря не спускается флаг Советского Государства с здания ООН. А вот что интересно, 29 декабря в Абхазии создается отдельный полк внутренних войск. то есть почему эти события необходимо рассматривать в увязке. Пока существовал Советский Союз, худобедно это государство каким-то образом пыталось влиять, пыталось поддерживать стабильность во взаимоношениях Абхазии с Грузией. Хотя последние полгода даже в период после путча говорит о том, что какой-то стабилизирующей роли Советского Государства в наших соемоношениях с Грузией не приходится, но тем не менее геополитические процессы как вы правильно сказали шли и в этих геополитических процессах как бы было не до Абхазии и с Грузией. Но мы должны понимать, что в Грузии тоже были свои проблемы, там шли тоже шла борьба за власть. Не за горами была Отечественная война Абхазии. 14 августа 1992 года руководство Грузии сделало свой выбор решения абхазского вопроса силовым путем. В этих условиях лидерские качества Владислава Григорьевича они можно сказать сполна проявились. Сам ход истории на этом рубиконе был переломлен. Судьба Абхазии была решена 14 августа 1992 года в выступлении Владислава Григорьевича. Да, мы знаем после этого мы неоднократно висели на войске в ходе войны. Но решительное, однозначное не ставящее в войне вопросов позиция Владислава Арненбра озвученная им в первые дни войны стала решающим. Да, на такой поступок можно решиться и надо решиться, когда у тебя за спиной есть армия, когда у тебя за спиной есть люди готовые к этому. А вот насколько мы были готовы к войне, именно к настоящей войне 14 августа 1992 года, я сомневаюсь, мы не были готовы к войне. я думаю, история в будущем оценит значимость этого поступка Владислава Львовича. В истории каждого народа есть знаковые события и даты. Вот для нас что такое 30 сентября 1993 года? 30 сентября 1993 года новая страница в истории нашего государства, нашего народа. Абхазия стала независимой. Все, что есть сегодня у нас и, надеюсь, будет связано с этой датой. Я бы так сказал 30 сентября это победа, это Абхазия, это Артенбель. Сегодня в мире насчитывается около 2500 народов и более 250 стран. У каждого из них есть своя история. Но, к сожалению, невидимые дирижеры тайно управляют этническими процессами планетарного масштаба, стремясь стереть грани культурных особенностей человеческой цивилизации. Неутешительны вызовы процесса глобализации. Сегодня мы видим, что происходит в мире в целом, вокруг нас, в частности, вызовы процесса глобализации неутешительны. каждый стремится самосохраниться. Этот вопрос актуален и для нас. Вот в этих условиях насколько сегодня актуальны идеи Владислава Ардзенба? Идеи Владислава Ардзенба будут актуальны всегда, пока будет абхазское государство и будут люди, которые будут сторонниками существования абхазского государства. Ученый с мировым именем и национальный герой, спасший свой народ от гибели. Не каждому жизнь позволяет покорить несколько вершин. Какой бы сферы государственной деятельности мы ни коснулись, везде чувствуется его рука, его почерк, его стиль. Вот в этом, видимо, его огромная заслуга. И когда мы говорим, что это время прошло, это уже осталось в анналах истории, это, видимо, неправильно, потому что нам приходится часто возвращаться к его мыслям, к его идеям. И он нам подсказывает, что делать дальше, потому что все очень непросто в мире. «Свобода абсны смысл всей моей жизни», говорил Владислав Ардзинба. Владислав добился своей цели. Сбылась его заветная мечта. Сегодня над его родиной абсны гордо развивается флаг свободы. Разве это не счастье? Я считаю, что судьба ко мне, конечно, была благосклонна. Кое-что удалось сделать. Но, знаете, человек никогда не бывает доволен тем, что он сделал. Всегда кажется, наверное, так и из действительности, что можно было быть значительно больше. Но, в целом, я считаю, что я счастливый человек. в целом. Хотя, те испытания, которые выпали на долю нашего народа, и то, что происходило сегодня, конечно, это оставляет очень тяжелый след в душе. Я думаю, что у нас есть хорошее будущее. Дай Бог, чтобы Всевышний всегда хранил всех нас, весь наш народ. В этом я вижу счастье и свое счастье нашего народа. Субтитры Игорь Негода